Любое вязание мы начинаем с построения выкройки или схемы. В любом случае нам придется делать расчет. Модель, метровая лента, пряжа и бумажка для записи. Вот пока что то, что нам нужно. Итак, будем вязать на куклу. Я вяжу на куклу, вы или на куклу, или на ребенка. Измеряем для начала объем головы метровой лентой. И меряем нужный нам размер. У меня это 36 см. Пишу объем головы. 36 см. И желаемая длина нашей косынки, я ее померю вот так, просто на глаз. Потому что как выйдет, так и выйдет. Все равно маленькая она не получится. Где-то отсюда мы мерили. И где-то 25-26 см, чтобы было вот примерно сюда. Все, больше не моя модель. Пока не нужна. Так, длина изделия 25 см. Естественно, после того, как я померила, предварительно я должна сделать образец. То есть подобрать плотность вязания, которая удобна моей машинке. Беру, вот я буду вязать ирисом. Это ирис, летний материал, поскольку летняя косыночка, хлопок, хлопок. Делаю образец, подбираю плотность и смотрю, сколько у меня петель и рядов в одном сантиметре. То есть я провязала такой небольшой образец в 30 рядах 5,5 см. Это ряды. И в 30 петлях 11,5 см. Сейчас мы с вами быстренько посчитаем. Плюс к этому обязательно надо уточнить, что резинку я буду вязать на первой плотности, а само вязание на третьей. И обязательно я это записываю, чтобы не запутаться. Петельную пробу я делать не буду, я буду делать расчет быстрый пропорциями. Итак, мне нужны вот эти вот мерки, объем головы и длина изделия. Мне нужно знать, сколько у меня сантиметров в образце, в рядах и в петлях. Вот, у меня был маленький образчик, связанный удобной плотностью для машинки. Учитывая, что мне нужна объем головы, это петли, длина изделия, это ряды. Мне нужно 36 см по петлям. То есть вот здесь вот мне нужно 36 см. Так вот разделим. Это х петель. Берем калькулятор. Математика 6 класс. Вроде как 6, если я правильно помню. И пропорция. х равен... Умножаем цифры по диагонали и делим на ту, которая напротив х находится. То есть умножаем 30 на 36 и полученное число делим на 11,5. 30 умножаем на 36 и делим на 11,5. 93, ну, свяжем 90. Итого 90 петель. С длиной изделия то же самое. Мне нужно 25 см. Значит, х рядов. Х рядов равно 30 умножить на 25. И делим на 5,5. 136, 130. Итого, мое изделие. Я набираю 90 петель и вяжу 130 рядов. Но у меня косыночка, а не шапочка. Поэтому я сейчас делаю так. 90 на 3 делю то число петель, которые мы... Ну, смотрите. Косынка у нас будет занимать 2 трети вязания. Вот здесь 2 трети вязания пойдет косыночка. А дальше она пойдет просто уголком убираться. Вот здесь пойдет повязка и дальше. А уголок будет сокращаться. Поэтому я вяжу 90 петель. Делю на 3. Получается у меня 30, 30 и 30. Но вот эта задняя часть, вот здесь вот будет шов. Поэтому 30 я тоже делю пополам. Получается по 15. Итого, мое вязание составлять будет 15 петель. Дальше 2 по 30, 60 петель и 15 петель. Вот это схема вязания. 15 петель пойдет на сшивание. 15 петель на сшивание. Сейчас посмотрите, когда мы будем вязать, о чем я говорю. И на 60 петельках я буду выполнять рисунок. Вот, собственно, весь расчет косыночки. Теперь 130 рядов само собой. Из них, сантиметра 3, я буду вязать ложную резинку. Это можно делать даже на глаз. Поскольку косынка не шапочка, она все равно сядет. Не, главное, ширина, чтобы хорошо уселась по голове. Длина совершенно не важна. Итого, 130 рядов. Из них, смотрю, какую-то часть, ну где-то треть тоже, я провяжу прямым полотном, а потом буду делать убавку. Хотя можно делать убавку сразу, уголочком. Можно, смотрите, вывязывать, вот у нас ложная резинка наша, связанная, которую мы сейчас с вами свяжем. Мы можем провязать какую-то длину изделия прямо, потом сделать убавочку. Можем, вот наша ложная резинка, здесь вот 15, 60 и 15. Вот это вот соберется пополам и пойдет на сшивание. Можем сразу провязать косыночку уголочком. Как угодно. В общем-то, здесь вы можете фантазировать. И убавки можно даже прямым полотном провязать всю косынку. Она будет такой тряпочкой висеть, ее присобрать и загнуть под планочку, подшить к планочке. То есть вообще будет необычная такая вот полосочка, которая будет заправлена под планку. И все, вот вам летняя панамка. Очень интересная, с дырочками по краям для продувания. Тоже вариант. Все что угодно можно связать, моделируя вот такое вот замечательное изделие для девочки маленькой. Но мы будем вязать вот таким вариантом. Итого, я набираю на машинке 15 петель, 60 петель и 15 петель. Вот эти вот 15 и 15 я оставлю на 60 петельках. Мне нужно провязать 130. Из них, из них так у меня в одном 5,5 это 30. Значит, 3 сантиметра сейчас посчитаем. 3 сантиметра. 30 умножить на 3 и делим на 5,5. 16. Ну хорошо, 16 рядов планка. 130 минус 16. 115. Ну, 115 я вяжу косыночку. 115-120 это на глаз. То есть, 16 рядов у меня будет подгиб. И 115-120, как получится, у меня будет основная косыночка. Прямым полотном я провяжу немножко, рядов 5 провяжу прямым полотном. И остальное я буду вязать с убавками. В каждом, каждый второй ряд я буду делать убавку с двух сторон. И как раз выйду на нулик. То есть, можно вязать вот данную часть, как вам будет удобно. Как я уже сказала, можете вязать прямым полотном, можете провязать часть прямым, потом сделать убавку. Можете делать убавку с самого начала. Можно вязать вот эту прямую часть, можно не вязать, сразу делать убавки. Учитывая, что у меня 60 петель и 115 рядов, я могу провязать 120 рядов. Так, 120. 60 петель я должна убрать за 120 рядов. То есть, учитывая 60 петель, я буду убирать с двух сторон. Итого 30. За 120 рядов я убираю 30 петель. 120 делим на 30, каждый четвертый ряд. То есть, я провязываю 4 ряда, делаю убавку, 4 ряда, делаю убавку. Очень удобно. И таким способом выходим на остренький уголочек. Можно делать так. Можно делать на глаз. Потому что это косыночка, это не шапочка. Как бы вы ни делали убавки, вы провязываете нужную длину. Даже если ваша косынка будет иметь внизу не острый уголок, а квадратик, это совершенно не важно. Потому что это косыночка. Это не какое-то сложное изделие, которое обязательно делать по очень сложному расчету. Расчет самый простой. И косынка самая простая. В любом случае, она будет смотреться красиво. Главное, подберите материал, который будет удобен вашему ребенку. Не будет натирать голову. И голова, чтобы не потела, поскольку это летняя панамочка. Хлопок, причем мягкий такой хлопок, лучше брать мерсеризованный хлопок. Или французский хлопок, или какой-то. Я беру наш, потому что это кукла, но наш хлопок все-таки грубоват. Поэтому выбирайте пряжу мягкую, чтобы ребенку в этой шапочке, в этой косынке было удобно и комфортно. Сейчас мы берем нашу вязальную машинку и начинаем по построенной схеме быстренько вязать косынку. Когда я вяжу, передо мной лежит схема. И больше ничего. Я, как правило, оформляю все вязание на одном листике. Как это делается, я показываю в мастер-группе. Вам я сейчас показываю это на простом изделии, на платочке. Поэтому сейчас у нас есть схема. Она лежит перед нами. На нее смотрим, ориентируемся и вяжем. Никакого множества листиков, расчетов, бумажек и прочего лежать перед нами не должно. Когда мы вяжем, мы уже не задумываемся над тем, как вязать. Мы все это делаем предварительно. Сейчас мы будем делать быстрый набор. Который подходит абсолютно для всех машин. У меня машина с ручной прокладкой, но набор быстрый подходит и для нитеводов, и для ручной прокладки. Это не важно. Более того, для машин с нитеводом такой набор наиболее предпочтительный, часто употребляемый. Берем линейку, сечением один к одному, либо руками, либо у вас наборные какие-то линейки, и убираем через одну иглу. Это мы делаем в любом случае, потому что у нас будет ложная резинка, то есть мы будем вязать петли через одну. Но у нас, если мы сейчас начнем вязание вот в таком варианте, у нас машинка не захватит петли. То есть захватывать петли вот в таком виде она не может. Поэтому мы либо делаем обвив, либо делаем еще хитрее. Мы убираем еще по одной петле. Один к трем и убираем еще по одной петле. Средняя. И теперь ставим в рабочее положение иголки. Проверяем язычки, кому это нужно. Провязываем вспомогательной ниточкой один ряд. На первой плотности. На самой маленькой, потому что сейчас мы будем с вами вязать резинку ложную. Выставляем вот этой же линейкой иглы через одну обратно. Кому надо, еще раз проверяем язычки, потому что мы выставили дополнительные иголки. Теперь машинка сможет захватить петли и начать вязание. Так, крайнюю лучше обвить. И провязываем еще ряд. Так, и эту крайнюю. Крайние иголочки лучше обвить. Тогда они лучше захватывают петли. Еще ряд. И провязываем еще несколько рядов. Проверяем, что все петли захватились. Все, все петли прихватила. Все провязаны, все провязаны. Но, кого нужны оттяжки, оттяжки уже на месте. Помогать на ниточке мне больше не нужна. Она свою задачу выполнила. Она захватила нам все петли. Проверяю еще раз. Да, все петли подвязаны. Все очень хорошо. Берем катушечную ниточку. Контрастного цвета. Обязательно контрастного, потому что мы сейчас будем надевать. Не сейчас, а когда будем делать подгиб, наденем эти петли, которые мы сейчас получим, на иглы. Поэтому ставлю плотность посвободнее и провязываю один ряд катушкой. Для машин с нитеводом не обязательно заправлять на один ряд нить в нитевод. Можно провязать руками. Главное зацепить эту ниточку за зажимы, которые у вас находятся в машине, либо подвязать ее. К струбцином, как это делается на сильверах, либо зажимы есть на Неве, на других машинках. Поэтому зацепили ниточку и провязали один ряд. Все. Теперь вставляем рабочую нить в нитевод. Либо руками. Ставим рабочую плотность. У меня единичка. Берем рабочую ниточку. У меня рабочая ниточка. Резинку мы будем вязать одним цветом. Вязание другим. Итак, и вяжем 16 рядов. Поскольку мы с вами решили, что у нас подгиб будет 16 рядов. Помните? Но учитывая, что это подгиб, то есть он двойной. Мы два раза должны провязать эти 16 рядов и подогнуть. И у нас получится двойной подгиб. При того мы вяжем не 16, а 32 ряда. 30-32 ряда. Смотрите. То есть подгиб, если он загибается, он вяжется двойной длины. 16 рядов, значит я вяжу 32 ряда и загибаю. Вяжем двойной подгиб. Очень аккуратно. Первый ряд. Можете оставить ниточку подлиннее, можете оставить нитку подлиннее с другого конца, потому что мы подошьем вязание именно с этой рабочей нитью, чтобы не плодить веревки. Один ряд, аккуратно, аккуратно, чтобы не сбить катушечную нить. И убедиться, что у нас все провязалось нормально. Захвачены все петельки. Все провязалось. Проверили крайние петли. Обязательно для тех, кому нужны оттяжки, навесили оттяжки на крайние петельки. Это обязательно. И вяжем 32 ряда. Подвязали ниточку, чтобы не убежала. 32 ряда провязали. Проверяя, что у нас провязываются все крайние петельки. И нигде ничто не сбрасывает. 32 ряда. Провязали 32 ряда. Я провязала двумя цветами, сиреневый и белый сиреневый. На 3 части поделила, по 10 рядов всех провязала. Белого 12, сиреневого по 10. Получилось 32 ряда. Теперь наша задача надеть этот подгиб на иголки. Ставим в рабочее положение все иглы. Даже не так, а линеечка их чуть-чуть подлиннее, чем те, которые у нас работали. Чтобы они выделялись из рабочего положения, чтобы их было хорошо видно. И смотрите, у нас вот здесь с вами, видите, для чего мы делали катушечную нить. Вот эти вот петли открытые, отлично видны, вот они. Они такие хорошо видные, их не перепутать. И вот эти вот теперь открытые петли, которые у нас получились, которые у нас держатся катушечной ниточкой, мы надеваем на вновь выдвинутые иголки. Можно было просто поставить в работу и сделать, но мы надеваем открытые петли на иглы. Их отлично видно, они не перепутаются. Надевайте на пустые иголки, не на те, на которых уже есть вязание. Для того, чтобы у нас не было никаких дополнительных отверстий. Потому что если мы сейчас наденем вот эти вот петли на те иглы, на которых уже есть петля, у нас будут ажуры. Это тоже вариант, тоже красивое оформление. То есть переход от резинки к основному полотну будет с ажурчиками. Вот так ажуры будут гораздо меньше, менее видны. Во всем и всегда есть варианты, особенно это касается оформления. Массу вариантов мы с вами проходим в мастер-группе, но сейчас у нас такой учебный урок. Самые простые приемы я вам показываю. Быстрые и простые приемы. Это прием, при котором у нас ажуров при переходе от одного вязания к другому не будет. Все надели. Теперь нашу катушечную нитку, она совершенно больше не нужна. И вот это вязание, которое у нас болтается, нам совершенно не нужно. Можем просто вытащить. Вот так вот мы вытащили катушечную нитку, и у нас вспомогательная нитка отвалилась сама. Если у вас машинка с нитеводом, вы можете оставить вот эту вот нить и на ней держать грузики. Потому что иначе у вас будет растягиваться вязание. Можете подвесить грузики на основное вязание, можете оставить вспомогательную нить, и на нем пускай висят грузы и оттягивают именно вот эту вспомогательную ниточку. Потом, когда закончите вязание, вы точно так же одним движением вытаскиваете вспомогательную нить. Надели все петли на иглы. Теперь наша задача закрыть 15 петель. Вот они, 15 петель. Мы их закрываем удобным способом. Мне самый удобный способ косичка, я косичкой закрою. В переднем и рабочем положении остаются все остальные. Эти мы просто... Прикрываем язычки. Это касается всех машин. На всех машин так делается. Язычки прикрываются для удобства. Чтобы было легко... ...переодевать с игл машины на иглу петлю ловителя петли. Для этого прикрываем язычки на нужном количестве игл. Сейчас будем их закрывать. Петлю ловителем. Видите, вот моя нить рабочая. Петлю ловителем. Держу его как продолжение иголки машины. И пальцем выдвигаю вперед. Захватываю петлю. Обвиваю рабочую иглу. И каждый раз образую петлю. Закрываю петлю. Закрываю петлю. Каждый раз ставлю петлю ловитель как продолжение иголки машины. Снимаю на него петли с иглы машины. И вывязываю петлю рабочей нитью. Это один из способов закрытия петель. Если вам тяжело даются косички. Некоторым действительно эти косы тяжело даются. Потому что они бывают неравномерные. Не у всех получаются. И иногда предпочитаю делать пересадками. Пересадками. Еще есть способы. Пожалуйста, в мастер-группе у меня в водном курсе достаточно большое количество способов закрытия. Каждый выбирает для себя удобно. Сейчас я показываю один из способов, каким очень легко просто это все делается. Так, мы закрыли 15 петель. То же самое делаем с другой стороны. Игла. Нить. Сиреневого цвета мне больше не нужна. Я могу просто отрезать, чтобы она у меня не болталась. Будем вязать белой пряжей. И то же самое. То же и то же самое вот здесь вот со второй стороны. У меня осталась висеть ниточка. 15 иголок. Прикрываю им язычки вязанием. И закрываю оставшимся хвостиком. У тех на машинах с такой системой, на пятерках, на ниве нет колков. Поэтому, если у вас вязание падает, периодически выдвигаем вперед иглу и на нее навешиваем вязание, обвивая ниточку, иголочку. Опять же, смотрите, все это в мастер-группе. Если у вас колки, у вас вязание и так повиснет на колках при закрытии. Проблем никаких, ничего никуда не свалится. Таким же точным способом закрываем вторую часть нашего вязания. Выдвигаем иглу вперед. Петлю ловителя является продолжением иглы машины. Снимаем на него петельку. Провязываем петлю рабочей нитью. И так далее. Это способ закрытия петель косичкой. Наиболее часто употребляемый, потому что коса может быть эластичной. Может быть жестко держащей. Как это делать, как делать, чтобы она была эластичной и не стягивалась, я вам покажу в мастер-группе. Здесь мы просто закрываем край. Есть способы соединения косичкой, есть способы закрытия косичкой. Очень много всяких интересных вариантов, которые мы проходим именно в мастер-группе. Вводный курс я рекомендую пройти всем. Даже тем, кто думает, что умеет вязать. Так. Все. Закрыли по 15 петель. Сиреневая ниточка больше не нужна. Я беру белую нить, которую я буду вязать. И провязываю по плану, как я хотела, прямой участочек. Вот этот вот. То есть 16 рядов подгиба мы связали. Теперь наша задача связать уголки. Итого, я провязываю какое-то количество рядов прямо. Я провяжу 10 рядов и дальше буду делать убавку. Это все можно, в принципе, на таком изделии по ходу дела менять. Потому что это изделие, еще раз повторю, не требует особо сложных расчетов и какого-то сложного вязания. Это вязание простое. Ставлю плотность рабочую, не забываю. У меня была единичка, ставлю тройку. Рабочая нить, белая, теперь пойдет. Голочки в рабочее положение, либо рычагами машины, либо руками. У кого, какие, кто как привык, кто как хочет делать. И, пожалуйста, два ряда провязываю на рабочей плотности. У меня тройка стоит. Раз. Два. Ниточку закрепили. Потом их уберем в подгиб. После того, как провязали два ряда на рабочей плотности рабочей нитью, начинаем выполнять рисунок. Рисунок может быть абсолютно любой. Посмотрите, у нас на сайте изба вязания очень много рисунков с подробным описанием. Берете любой, который вам понравится, который удобно выполнять. Сейчас я вам покажу рисунок на фантазию на тему 31 образца. То есть, вы можете взять любой образец за основу и подстроить этот рисунок под себя. Там у нас уходящие дорожки. Я тоже самое сделаю уходящие дорожки, но учитывая количество петель, которые есть в моем изделии. Вот у меня сейчас 60 петель 30 и 30 с двух сторон. Вот эту часть я буду делать убавки с самым большим декером пересадки, чтобы у меня была четкая дорожка. Будем делать подгибчики, рубчики, такой рельефный край. А начиная с 20 петли с двух сторон я могу делать рисунок. Поэтому беру четырехугольный декер и к центру делаю убавку. Не убавку, а перенос декерный. Просто я переношу четырехугольным декером, аккуратно, это хлопок, он не очень эластичен, на соседней иголке 3 петли. То есть, четырехугольным декером подцепила 4 петли, пересадила на соседней иголке. Ориентируюсь на десятую иголочку. Делаю то же самое. Два направления к нулевой платине, то есть к центру. То же самое делаю с другой стороны. Эту 10 петель я оставляю. Начинаю с 20. Делаю пересадку на соседние петли. Один раз. И ориентируюсь на десятую иглу на второй раз. Собственно, вот так у меня рисунок и пойдет. Я каждый раз буду двигаться на одну петельку. Не забываю об этом. Ставлю в рабочее положение. Все-все-все иголки. И помните, я хотела провязать 10 рядов прямым полотном. 10, 20, кто сколько хочет. Можно начинать убавки прямо сейчас. Можно провязать 10, 15, 20, 30 рядов прямым полотном, потом делать убавки. Вот как вы хотите. В данном случае это вообще не имеет никакого значения. Вы решаете для себя, как вы хотите убавлять. Хотите убавки делать, не хотите убавки делать. Это все только на ваше усмотрение. Поэтому можно делать прямой участок, можно не делать. Можно прямо сейчас по ходу решить, изменить построение схемы нашего вязания. Поэтому как мы решили, на каждом четвертом ряду я буду делать убавку. Так и делаем. В каждом четвертом ряду я буду делать убавку. Два ряда провязано. Провязываю еще два ряда. Могу делать, могу не делать. Это вообще в данном изделии совершенно не кардинально, не имеет значения. Так, четырехугольный декер мой. Помните, вот здесь у меня был ажур. Я делаю то же самое, только переношу к центру на одну петлю ближе. У меня убавки пойдут. Под углом была первая, вторая петля. Угла с этой стороны. Так, была первая, беру вторую. В начале может быть сложно, но потом, вот буквально провязав пару, два, четыре, пять рядов, вы увидите ажуры. Сейчас их пока не видно, поэтому сложно. Сейчас мы немножко провяжем, вы будете видеть ажуры, и вы уже не собьете рисунок. Так. Рисунок я сделала. Теперь моя задача сделать убавку. Как я уже говорила, самым большим декером, вот у меня пятиигольный, я просто убавляю по одной петле, вот так же массово пересаживаю. Пересадила, я сделала массовую убавку. Это один из вариантов убавки. То же самое делаю с другой стороны. Массово убавляю. Петли пересадила оптом. Провязываю. На четвертом ряду. У меня четверочка стоит на счетчике. Все петли в рабочее положение. Все-все-все иголки. И из заднего, и из переднего все петли у меня вяжут. Проверяю язычки. Два ряда. Шесть. Сдвигаю мой рисунок еще на одну петлю. На третью. Четырехугольным декером. Теперь третья петля пойдет. Вбок. Третья. Раз, два, три. Ажуры уже видны. Вот они. Пока не дойду до нулевой платинки. Потом буду... Так, раз, два, третья. Пойду либо навстречу, в другую сторону. Либо опять начну с этой же стороны. То есть это уже такие нюансы я могу делать как мне удобно. Вот как захочется. Здесь канонов никаких нет. Рисунок вы подстраиваете под свои пожелания. Так, два ряда. Потому что на каждой четвертой мы будем делать убавку. Все-все-все иголочки ставим в рабочее положение. Два ряда провязываем. Раз, два. Делаем то же самое уже с четвертой иголочкой. Раз, два, три, четыре. Двигаем ее. И так, пока мы не дойдем до платинки. Хотя можем и продолжать, и продолжать вот эти вот убавки до конца. То есть я дохожу до нулевой платина. Когда я дохожу сюда, начинаю заново с этой стороны. Все можно. То есть эти рисунки не имеют какого-то обязательного рапорта. Тут вы выполняете тот рисунок, который пришел вам в голову, либо который вы где-то увидели. Совершенно неважно подстраивать его под себя. Но если вы начали что-то делать, смотрите за симметрией. Это первое. И второе за тем, чтобы не сбиться. Уж если вы начали как-то так делать, делайте так до конца. И смотрите действительно симметрию. То есть у нас нулевая платинка. Относительно нее мы должны абсолютно одинаково все делать с двух сторон. Если я где-то собьюсь, будет очень видно и некрасиво. Потому что вот эти ажурные рисунки, фанги, любые выполняемые нами рисунки, они в случае нарушения бьют по глазам. Это сразу видно. Поэтому надо делать все очень внимательно. И восьмой ряд. Убавочка к краю. Так, убавка, убавка. С одной стороны. Массовый перенос петель на краешек. С другой стороны. Так, это еще не самое интересное. Мы с вами еще не сделали ни одного зажима. Зажимы мы будем делать в каждом десятом ряду отмечать. То есть зажимы будем делать в пятом ряду на пятерке. То есть 15, 25, 35, 45 и так далее. А отмечать будем каждый десятый ряд. Десятый, двадцатый, тридцатый. Сейчас вы увидите. Восемь, девять, десять. Два ряда. Берем два хвостика контрастной нити. Так, я их отрезала и выкинула. Два любых хвостика, которые нам очень хорошо видно. На счетчике десятка. Я вот так просто ставлю. Видите? Сверху положила хвостик. Петельку с одной стороны. Сверху кладу петельку с другой стороны. Все. Больше ничего не делаю. Поскольку убавки у меня сейчас нет, я эти петли не трогаю. Я делаю рисунок. Рисунок у меня уже вот сюда. На пятую петлю переходит. Я уже вижу дорожку. Вот она. Дорожка ажуров. И сбиться уже сложнее. Чем больше у меня провязано вязание, тем больше провязано, тем сложнее сбиться с рисунка, потому что я уже вижу его. Вижу и ориентируясь на каждую часть рапорта. То есть я вижу, что я вышла к предпоследней передплатенной иголочке. Здесь я тоже вижу, что я должна попасть именно на предпоследнюю иглу. Чем дальше я иду, тем сложнее ошибиться. Опять же повторюсь. Самое главное это правильно рассчитать начало. Если начало сделано верно, то все будет хорошо и дальше. Так. Это сделали. Все иглы в рабочее положение. Два ряда. Будем делать убавку. Два ряда. Раз. Два. Это маячки. Так, вот это. Это маячки. Они висят на петлях. Они легко вытягиваются. Они для этого так просто были положены. Очень легко вытягиваются. И их задача отметить не ряд. Петельку вот эту, которая мне будет нужна. Так, 12. Я делаю массовую убавку. В каждом четвертом ряду, как я помню. С одной стороны. То же самое делаю с другой. Вывожу рисунок. Видите, все на самом деле очень просто. Рисунок у меня пойдет уже на последнюю петельку. Вот я дошла до последней петли. В принципе, могу начать заново. Могу начать заново. Могу пойти, повести вот эти вот ажуры вдруг. Дошла сюда. Могу повести туда. Могу вести до самого конца, до центральной петли. Это все уже нюансы. Как вам понравится, как вам удобно. Вот у меня, видите, на центральной петелечке уже оба рисунка встретились. Вот тут. Вот. Они сошлись вот сюда. Поэтому здесь я продолжать уже не могу. Мне либо разворачиваться эти обратно, либо вот эти части доводить до... Идти, вести дальше. И начинать заново вот отсюда уже. Но учтите, что между вот этими рисунками определенное количество петель. Подождите, пока эти части не дойдут до центра. Здесь берете деккер меньшего-меньшего сечения, пока не выйдете вот сюда. То есть это в реакции рисунка, который вы можете вязать, как вам нравится. Самый простой вариант. Дошли до центра. Начинаем опять заново. Так. 12. Сильку в рабочее положение. Мне нужен 15-й ряд. Так. Чтобы показать защиту. 13. 14. Повторяем то же самое. Но теперь я должна начать заново рисунок. Я, пожалуй, начну его заново. Потому что, в общем-то, это не так и важно. Дошли до центра. Начинаем по новой. И еще такой момент, когда я дойду до... Убавки у меня дойдут до вот этих 10 игл. Я просто перестану отсюда вести рисунок. Я буду делать его из центра. Вот и все. То есть особо убиваться на этих рисунках тоже не стоит. Если у вас нет большого навыка работы с ажурами, с пересадками, не делайте работу, которую вы сделать не сможете. Попробуйте рисунок попроще сначала. Если у вас получится, тогда да. Тогда беритесь за более сложные, более красивые какие-то вариации. Так, 14. Убавок никаких нет. Мне нужен следующий 15 ряд. Потому что, как я уже говорила, на 10 мы ставим маячки. Вот эти вот по бокам. На 15 мы эти маячки используем. Так, один ряд. 15. На счетчике 15. Я буду сейчас делать зажим. Зажим я буду делать одноигольным декером. Вот он. Вот, смотрите. Мой маячок. Сейчас вам поближе покажу. Он у меня ряд отметил. Я беру вот этот ряд и насаживаю там на третью, например, петлю. Чем дальше я отведу, чем дальше от края я надену вот эту вот петельку, тем у меня более выраженный будет загиб. Чем ближе, тем он будет слабень. Тем более слабый он будет. Вот я на четвертую, наверное, сильно. Ну, давайте на четвертую. Будет очень ломаная поверхность. Так, маячок мне больше не нужен, вытаскиваю. Раз, два, три. Остается на четвертую углу наделать. То же самое здесь. Ниточку оставляю. Она нужна протяжении всей работы. Эти маячки будут работать у меня всю дорогу. Беру этот ряд. Причем весь петельный столбик надеваю на четвертую углу. Маячок убираю. И провязываю еще ряд, потому что в шестнадцатом ряду у меня убавка и перенос рисунка. Так, шестнадцать. Беру трехугольный декер и вывожу рисунок и делаю массовую убавку. Шестнадцать рядов. Делаю убавку. Маячок свою работу выполнил до десятого ряда на щечке. Как только у меня будет двадцать рядов, я повешу на маячок на крайнюю петельку. Как только у меня будет двадцать пятый ряд, я эту петельку пересажу. Так, то же самое делаю здесь. Добавляю на одну петлю. Здесь у меня, видите, вот такой вот зажим, загиб произошел. Это будет видно, когда мы снимем. Так, и убираем теперь каждую вторую петлю относительно серебряной платинки или относительно какой-то циферки. Как правило, берутся для ориентира нулевые платины, то есть серебряные платины. Но они есть далеко не у всех, такое счастье. В основном идут циферки. Берите цифры с нуликом. То есть это и есть ориентир для пересадок. И то же самое делаю с другой стороны. Те же самые пересадки, те же самые. Все то же самое. Вот таким вот способом я вывожу мою косыночку под уголок. Ничего сложного и страшного здесь нет. Главное не ошибиться в рисунке. Если вы в маячках или в пересадках где-то ошибетесь, в зажимах, в защипах, вот здесь вот, в защипах, ничего страшного не произойдет. Но лучше не ошибаться. Итак, пересадили, рисунок выполнили, вяжем до того момента, когда на счетчике у меня будет не 16, а 20. То есть будет нолик. Когда только у меня будет нолик, я на крайней петельке навешиваю маячки. Как только у меня будет пятерка, вот здесь вот, независимо от того, 25, 35, 45, 145, сколько угодно, я делаю вот эту вот массовую пересадку. То есть не массовую, а декером, одним декером петлю с маячком пересаживаю на четвертый угол. Как я уже сказала, можно на четвертую, можно на третью, на вторую, как угодно. Чем меньше, чем ближе к краю, тем слабее будет зажим, защип вот этот вот. Чем дальше, тем он будет более ярко выражен. И вот таким способом, вот так вот, выводя рисунок, убирая петли и делая защипы, мы вяжем свои 130 рядов. 130, 120, 140, кто сколько посчитал. Ничего сложного. Вот таким способом мы вывязываем косыночку. Нам останется только снять ее с полотна, зашить вот эти вот бачки, краешки, убрать ниточки и косыночка готова. Вяжем до конца, зашиваем и будем мерить на куку. Вот мы связали нашу косыночку. В самом конце, когда у меня не хватает уже места для выведения рисунка, я его просто не делаю, делаю вот эти убавки с защипами и все. Получается вот такой вот хвостик. Вывожу до одной петельки, просто делаю убавку и все. Рисунок выполнен. Рекомендую все-таки провязать прямое полотно. Либо, если я не буду делать прямое полотно, то вязать косыночку практически от самых краев. Тогда она будет больше закрывать голову. Это рекомендация для тех, кто будет выбирать фасон. Если мы вяжем вот так вот, две трети из середины, то прямое полотно обязательно. Если вы вяжете уголочком, то делайте как можно меньше пространства без косынки. Вот здесь. Так. Теперь моя задача только сшить края. Немножко намочить, подпарить, дать полежать мои косыночки. И можно ее надевать и носить. Потому что вот это все расправиться должно. Но оно, когда мы хлопок намочим и разложим, он примет форму. Как мы будем зашивать? Лицом к лицу. Вот эти все хвостики можно завязать. Узелки. При перемене цвета у нас были узелки. Мы их аккуратненько завязываем, чтобы они не расходились. И прячем внутрь подгиба. Но хвостики должны быть маленькие. Большие хвосты мы не оставляем, потому что это все-таки не плотное вязание, которое все скроет. Это рыхлое вязание, дырчатое. У него большие вот такие куски не спрячешь. Поэтому отрезаем хвостики и убираем внутрь. Отлично. Берем лицом к лицу наш подгиб. И просто пришиваем петля в петлю. Вот так вот. Петельный столбик здесь, петельный столбик с другой стороны. Главное не запутаться, где тут какой петельный столбик. Петельный столбик с одной стороны, петельный столбик с другой. Можно, конечно, пришивать через край. Можно как угодно. Потому что это как аккуратно пришьете, так и пришьете. Варианты пришивания у меня в вводном курсе представлены. Но здесь я вам предлагаю пришивать вот так вот иглой. Когда мы захватываем столбик с одной стороны, петельный, захватываем столбик с другой стороны, петельный. И подтягиваем. У нас получается достаточно ровное сшивание. Совмещаем полосочки, чтобы у нас не было никакого перекоса. И сшиваем вот таким вот способом всю нашу косыночку. Это самый простой способ сшивания для вот таких вот подгибов. Можно это делать крючком. Ну, сейчас мы сшиваем иголкой, ниткой с иголкой. Перешли на эту сторону. На лицевую сшиваем с этой стороны. Собственно, все. Наша задача будет дошить до конца подгиб. Завязать узелочки на всех болтающихся нитках и аккуратненько их спрятать. Берем крючок. Аккуратненько зашиваем, завязываем узелок. И тихонечко прячем всю. Отрезаем лишнее. У нас спрятаны хвостики. Вот таким же способом прячем все хвосты. Дошиваем планочку. И будем мерить нашу красоту на нашу модель. Не забудьте отпарить или намочить косыночку перед тем, как ее будете носить.